доброе утро мои дорогие зрители всех приветствую всем рады с вами наталья понедельник трудовая неделя впереди всем кому на работу удачной недели кто отдыхает отдыхайте дальше о погоде многим не нравится что я говорю о погоде но многие ждут о погоде в москве минус 6 данный момент обещают морозы опять качелина то в минус 13 то в плюс один сегодня обещают вроде бы 0 днем но посмотрим вчера шел была метель и шел снег сегодня пока тихо но все они тоже обещают снег переходящий в дождь ждем каток как всегда но вернемся к нашим баранам то есть к нашей быковой что я хочу сказать у меня к ней очень много вопросов вот вчера она выпустила в дзене коротенькое видео где она очень много купила сладостей детям и что она пишет на зло хейтером пускай посмотрит и вот никак не могу понять она живет ради своих детей или на зло хейтеров то что ты сложила в пластиковый ящик всякую химозу типа марса баунти печенье там какие-то конфеты типа василька я не помню какие ну в общем какие-то конфеты это еще и шоколадки штук там шесть или семь это еще не говорит о том что твои дети это увидят ты им дашь по одной конфетке мы слышали когда не стоял и говорил ящик и говорил там вот про конфеты это еще не говорит о том и делать нам на зло не надо ты делай на радость дети мы никогда не видели у тебя на столе чтобы стояли в доступе сладости и видели этого ты если ты уже купила детям зачем ты в ящик прячешь ты выкладывай сразу посмотри ирину на к теточку как она выкладывает на стол детям к чаю и у нее дети не набрасываются на эти конфеты и эти шоколадки и эти печенье а у тебя набрасывается тут не надо быть семи пядей во лбу чтобы не понять что дети это видят только по выдаче ну мы прекрасно знаем как ты говоришь если я выставлю они все все допускай съедят но пускай хоть раз жизненно едятся до такой степени чтобы потом на эти конфеты смотреть не хотелось тебе жалко тебе только себе любимый не жалко ведь ты половину этого ящика сожрешь сама вот сто пудов ты сейчас его спрячешь куда повыше и ведь еще прячет вместе с женькой и женька еще стоит эта сучка малодолетняя еще поддакивает да ну хорошо прячь у меня к тебе сегодня несколько вопросов ладно ты снимаешь и покупаешь на зло хейтер скажи пожалуйста ты купила бы кого фрукты напоминаю когда она только забеременела этой беременностью 13 у нее была угроза не было гематома и стоял вопрос о госпитализации что ей нужно будет в больницу возможно она даже плакала на стриме и выставила 30 тысяч на больницу и сказала если вдруг больница не понадобится она на эти фрукты ну накупит детям ой на фона на эти деньги накупит детям фрукты в больнице в тот софта в том момент ей не понадобилось она и понадобилась гораздо позже а где фрукты где отчет где чек что вот товарищи я купила фрукты как обещала это не нам надо не хейтер это твоим подписчикам надо те которые тебе донатили на эту больницу где объясни мне где обещанные фрукты зажала а конфеты это кошка в шкаф полезла а конфеты на злых хейтер она показала пошли дальше фрукты нам неизвестно зато конфетами похвалилась сладостями то она покупала на такое прям г вот ничего нейтрального там не купила это называется привет сахарный диабет дальше что название вчерашнего видео но тут вообще ребенок и новый папа нужен ли еще лишний рот в арту в это семьяр не с лишний рот от нового пап это вообще к чему то для чего так назвала ролик это называется чтоб посмотрели так бы кого я чуть не поняла а для чего те просмотры а для чего тебе комментарии и лайки ведь youtube тебе не платят ты же даже 100 долларов не зарабатываешь для чего тебе просмотры тогда вот объясни мне непонятно объясни пожалуйста ты же кричишь на каждом углу что youtube тебя не смог не продвигает тебя не смотрят и он тебе не платит ты за и за январь и за февраль ничего вообще не заработала верю верю каждому зверю я поможет не перас это говорю для чего те просмотры объясни мне лечете лайки ну так сняла показала вам как козлодоевый раз в два месяца выпускает какое-то видео старое иногда новое и все держится канал на плаву и держится не сносит его и слава богу все равно же не платят как ты сказал не платят зачем тебе это и вот это название она не к селу не городу вообще она показывала хозяйство и предлагала козлят купить одного козочку за 25 тыс другу козочку за 50 то это стопроцентная насколько я знаю в чем разница только в окраске какая-то фигня козу берут не за окраску козу берут из-за молочности только и всего сколько она даст молока в будущем козочкам что даже месяца нету но жди своих покупателей хотя но в принципе такие стопроцентные они так приблизительно и стоят жди но у тебя же все равно денег не будет даже если козочек купит тебя нету денег не будет никогда ты же прорвая ладно с видео вроде бы разобрались идем дальше ольги выходят лепешки вероника но ними не лепешки опять же коротенькое в цене видео вероника ест копченую ройку буквы я тебе объясняю детям не рекомендуется есть копченые овощи до определенного овощи мясо копченые копченую рыбу до определенного возраста ты хочешь ребенку печенку посадить в год и восемь месяцев дети еще едят только запеченные в духовке на пароварке отварной даже жареная в детском саду до семи лет не дают там все готовится в духовке или в сухожаре в огроменном жаре большом но ни в коем случае это не копченая но у мамочки с головой беда ноги надо рекламировать свою рульку но как вкусно ребенок с ребенок конечно будет есть этот ребенок будет есть все в большой семье не щелкай не успел остался голодной поэтому вероника уже самого рождения поняла надо съесть все что тебе дают а то останись и голодным это мы уже поняли и дальше пошли телеграме лепешки у них идет снег везде не идет снег быковый срочно нужен трактор да она беременна она не может чистить снег а после снега еще и навоз сил нету так под 500 вы слышали быковый нужен трактор хотя у нее есть снегоборочная машина которая почему-то не работает почему-то она все время стоит на улице а ее надо держать в тепле а у быкова же нет помещения для тепла у нее нет сараев где более-менее плюсовая температура где находятся животные у нее все гниет под ульна под снегом под дождем теперь ей нужен трактор быстренько организовались и купили свои любимки трактор хомяки слышали у нее идет снег и у нас тоже идет снег дальше что и она тут же говорить я люблю зимой снег я очень люблю но я не люблю его чистить да ты что ты любишь кататься но и любишь саночки возить да ты моя дорогая кто ж тебя такой-то родил короче у быковой все через одно место через какое вы знаете я даже не буду напоминать но вот вроде бы такие новости на сегодняшний момент больше новую я у нее ничего не видела значит так дорогие комики у вас цель купить улитрактор чтобы он убирал снег и навоз быстренько на вахту или нужны помощники санек от нее отказался от ребенка тоже и нужен лишний род семье мы так и не поняли при новом отце мы этот но эту новость мы так и не поняли и название тоже не поняли там то как одни козлята были но вроде бы все всем пока пока до встречи я всегда рядом у нас пока снега нет здоровья еще раз здоровья не болеть моя установка все пока